Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, ну что, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. И мы возвращаемся к видеоролику, где сафарик с Уралкой распаковывали василек, ездили на базу, закупали яблоки и другие продукты, и обсудим некоторые моменты видеоролика и также комментарии. Значит, Уралочка с сафариком у нас купили на базе ящик яблок. Понятное дело, что и погодные условия были точно такие же, как в видеоролике у Ирки с Раилом. Поэтому не снимала она, потому что были вместе там, и чтобы не было палива, решили не показывать друг друга. А только в багажнике. Ирка показала, что купили, да, целый обзор сделала. А Уралка только дома нам всё показала. Ну и, значит, купили мясо. И как у нас Уралка сказала? Я просто не знаю, ребят, я в голос смеялась. Зарезано по мусульманским обычаям. Но что за мясо, они не знают, да. Но зато они знают, что по мусульманским обычаям. Даже сафарик подтвердил за кадром. Ну а как же он не подтвердит? Как же он не подтвердит? Это будет опять очередное паливо, если он что-то скажет не так. Он уже понимает, что если Уралка что-то говорит, надо говорить угу, или да, что-нибудь ещё там ляпать. Лишь бы только не говорить, что это не так. Потому что будет опять очередное паливо. Поэтому он там сказал угу за кадром, что да, и правда зарезано по мусульманским обычаям. Но что это за мясо, так они и не решили, да. То ли это телятина, то ли это говядина. Вот такие прям специалисты. И в магазине, видимо, специалисты понятия не имеют, да, или там где продавали, что это за мясо. Ну и Уралка, и сафарик тоже не разобрали. Дальше Уралочка, когда достала рыбу, она сказала, что рыба так вкусно пахнет. Так вкусно, ребят, я угорала с её этих слов. Да, вкусно пахнет. Уралочка, чем может пахнуть рыба? Рыба может пахнуть только рыбой, свежей рыбой. Рыба может пахнуть копчёной, копчёной рыбой, да. Но свежая рыба как может вкусно пахнуть? Вы знаете, такое чувство, что Уралочка готова была её съесть уже сразу после покупки. То есть свежей. Знаете, у неё всё вкусное. Она уже не в первый раз говорит о вкусе. Если что-то пахнет, значит вкусно. Ну, Уралочка у нас любит поесть, поэтому всё у неё связано со вкусом. Для неё всё очень-очень вкусно. Дальше Уралочка достала коробку с вот этими вот жевательными мармеладками. И сказала, змей для обдугани. Ребят, меня пробрал смех. Змеи для обдугани. Сафарик поправил, говорит, червяки. Ну, нет уж, говорит, нет уж змеи. Хотя прочитала, что это жевательный мармелад. Но это змеи. Уралочка решила, что обдугани только змеи и никаких червяков. Вот так вот она ценит мальчика. Мармеладки и то только змеи. Ну, а дальше, ребят, я прочитала комментарии. Опять-таки, поклонницы, ну, уже, получается, бывшей Уралочки. Ну, все мы с вами помним. Виктора, Викторо, Виктор. Ну, там не поймёшь кто, да? Ну, хотя она временно-временно смотрит Уралочку от того, что у неё получается постельный режим, и ей просто от балды делать нечего. Вот она смотрит и комментирует. Но она её очень-очень поддерживала. Оля, какая же грязь льётся в комментариях на вашем канале последние два-три месяца? Комментаторы оскорбляют вас, друг друга. Мнения всё больше похожи на насмешки. Неужели вам это нравится? Но если всё равно, то зачем постоянное оправдание на камеру? И вы как будто пытаетесь защититься от негатива. Только защищаться нужно тем, что чистить, коменты и банить, кто переходит границы дозволенного. Хочется посмотреть ролик, обсудить. Пусть даже мнения разойдутся. Спокойно. Просто почитать коменты. Но нет же. Куда не посмотришь, везде скалятся друг на друга. Вы будете терять своих подписчиков. А если вы скажете, что придут другие, придут, но быстро и уйдут. Они не будут вас рекомендовать. А нет, будут рекомендовать, как канал, где безнаказанная свобода слова. Обо всём и обо всех. Подумайте. И ведь правда, ребят, если подумать, то точно уже канал опустился ниже дна. Он превратился в помойку, где только одна грязь. Знаете, прям вот как у пиратов. Точно так же. Только «Уралка» от пиратов отличается тем, что не набрасываются там в комментариях. А наоборот, один сплошной негатив. И никто ни с кем не ругается между собой. А у «Уралки» вот самая настоящая помойка. Под каким видеороликом не почитаешь? Везде и правда одни скандалы и ругань. И между собой люди, даже которые высказывают своё мнение, совершенно не отрицательное. Просто своё мнение. Какие-то пишут «Уралочки» советы. Тут же свора набрасывается и начинают скандалить между собой. Оскорбляют друг друга. И где это видно? Даже на фриковых каналах такого безобразия нет. А здесь просто помойная яма. «Уралка» дошла до того, что превратила свой канал в помойную яму. «Уралочка, ну, мы всё понимаем, что тебе очень хочется денег. И тебе уже плевать, что напишут. И тебе плевать на подписчиков. И давно плевать. Раньше такого не было. Раньше и сердечки ставила. И на комментарии отвечала. И благодарила людей за советы. Благодарила людей за добрые слова, за добрые комментарии. Теперь ей плевать. Добрый комментарий, недобрый комментарий. Ни сердечка, ни ответа. Но только если один ответ на тысячу комментариев. И не надо говорить, «Уралочка», что у тебя времени нет. Времени у тебя предостаточно. Вы наснимаете впрок видосов за день на целую неделю. И потом можно лежать лапой кверху и отдыхать. Что ты и делаешь. И поэтому тебе глубоко фиолетово. Пусть там крутится, вертится, пишется. И денежка капает. Только вот денежка капает не в твой карман. Видимо, поэтому она плевала на канал, плевала на комменты и плевала на зрителей. Потому что деньги капают не в её пользу, а в пользу сафарика. И лишь поэтому, видимо, она постоянно такая опухшая и заплаканная. И ей глубоко фиолетово на подписчиков, на канал. Она просто понимает, что всё не в её пользу. Поэтому ей ничего уже не интересно. Только походы в магазин и то за едой. Потому что только еда, походу, и спасает её. Ну, а что? А что ей нужно? Если у неё рыба вкусно пахнет, облака – это сладкая вата, и с детства только воспоминания о еде. Поэтому что ей остаётся только? Главное, чтобы было что пожрать. А на остальное глубоко наплевать. И действительно, канал катится по наклонной. Уралочка, Уралочка, это же твоё детище! Ты же кричала, когда после зигования записывала видеоролик, что вам надо спасать канал. А сейчас, получается, вы канал топите. Топите своими руками. Из-за вот этого бардака, который развели в комментариях, действительно, канал стал помойной ямой. Да, помойной ямой. По-другому я уже назвать не могу. И зрители будут уходить. И те, которые придут, тоже очень быстро уйдут. Хомяки временные. Им быстро надоест выгораживать. Весь этот вред, который они показывают и говорят в своих видеороликах. Всё враньё, вот эту вот ругань бесконечную со зрителями. Долго люди не выдерживают. Но ежели только это не сами Уралочка с Сафаром, да, себя защищают. А реальные люди не станут этого делать. И, кстати, ребят, где остальные мусульмане? Подписчики Уралки и Сафара, защитники. Неужели вот они не видят, что творится на канале? Что происходит? Какая мусорная яма стала вместо канала? Где Сафар поднимает руку на своего ребёнка, курит, сквернословит, с алкоголем дружит, позорит свою жену, которая ему родила детей. Выставил её гулящей и рассказывал нам, какая она, абы какая, и он из-за этого развёлся с ней, да, гулящей, потому что она уже себе другого там какого-то нашла. И спокойно сына, получается, отправила в другую страну. Но это с его же слов, да? Да и заниматься таким враньём, что Уралка ислам приняла, и что их мула поженил в мечети. Это же насколько грязно так врать. И не боится же Аллаха. И главное, что подписчики, мусульмане, молчат. Получается, всё устраивает. Ну, либо Сафарик просто-напросто всех заблокировал ещё раньше. Возможно, кто-то и писал. А, возможно, кому-то просто стыдно даже смотреть такой грязный канал. В общем, ребят, буду я заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова